Урбан. Программа о городских проектах. Павел Гнилорыбов сказал больше не зачитывать его регалии таким большим списком. Но Павла больше, наверное, знает, как архитектурное излишество и мост пешком. Ну и как нашего постоянного гостя уже в Кирове. Так, мы сейчас попытаемся набрать по телефону директора компании Весконсалт. У нас там 12... Мы планировали его в 12.16. Хорошо, 12.16. Вадлеслава Шейна. Мы... Какой вопрос Вадлеславу обратим вообще? Кто занимается оценкой таких зданий? Сложно ли их оценивать? Что в итоге получается? Ну, а сейчас мы поговорим непосредственно об инструментах, какие существуют в Российской Федерации для того, чтобы исторические здания восстанавливались именно в отношении бизнеса. На каких условиях сейчас передаются эти здания бизнесу? Уже немножко начали об этом говорить, и бизнес в целом сказал, что то, что есть сейчас, для бизнеса неинтересно вообще. Дальше. Какие вопросы поднимаются на разных уровнях? Тут общественную палату упоминал Антон Касанов. Хорошо бы, чтобы она ею занималась. Или этим должна заниматься Государственная Дума, или законодатели, например, Городской Думы, или областного законодательного собрания. У меня сложилось ощущение, что после 2016 года, когда мы вспоминали, собралась первая комиссия, что-то запустилось, дальше больше ничего не происходило вообще. И вопрос какого-то активного взаимодействия с бизнесом в отношении исторических зданий, мы пока не видим, чтобы они так активно обсуждались, решались. И вот этот комитет, который создали при Минкульте, он прямо вот разработал механизм «приходи, только дорогой человек, инвестируй, вот тебе всё уже сделано, все бумаги, все процедуры, всё подготовлено». Тем не менее, перед тем, как мы начинали нашу программу, Павел Гнилорыбов сказал, что в других регионах власти говорят «инвестор, дорогой, приходи, мы всё для тебя сделаем, только ты зайди, вот только сделай». Что ты имел в виду, когда ты это говорил? Я имел в виду, что в России и так немного людей с клада Рябушинского, Третьякова, Морозова, кого угодно, которые готовы инвестировать наследие. Даже в Подмосковье найти под усадьбу свободные 250-300 миллионов рублей, что совершенно не деньги для Московской области и Москвы, это очень большой и трудоёмкий процесс. И поэтому в каждом регионе не должны просиживать штаны работники управления по охране памятников, по выявлению памятников. Они должны продавать, они должны заниматься не холодными продажами, а самыми, что ни на есть горячими. Они должны приходить к собственникам, убеждать их. Чиновники. Чиновники, да. Они, естественно, не убеждать, как обычно у нас происходит, а какие-то налоговые преференции. Вот, например, в Ленинградской области мы принимали участие в разработке замечательного закона. Там пока идёт торг за процент, но, допустим, пятая часть на выкуп, на государственную историко-культурную экспертизу, на коммуникации, она будет из бюджета идти будущему собственнику. Ленинградская область сейчас уже принимает эти законы. Больше половины российских регионов уже приняли вот эту несчастную аренду за рубль в год. И как она работает? Она очень хорошо работает. Везде? В Поволжье. Она очень хорошо работает на Урале. Она очень хорошо работает на юге России. В Сибири? В Сибири работает чуть-чуть похуже, но и в Сибири, чтобы вы понимали, не так много, на самом деле, объектов историко-культурного наследия. Вот. И в итоге нам нужно брать бизнесмена за руку, давать ясную, чёткую дорожную карту. Я прекрасно понимаю коллег, потому что реставрация – это очень ресурсоёмкая отрасль и очень коррупционная, к сожалению. Вот если мы посмотрим, за что у нас сидят деятели Министерства культуры, то там очень много дел реставраторов было, по которому проходил замминистра культуры Перумов. Поэтому не всякий, конечно, решится просто идти в эту отрасль. Я прекрасно знаю и понимаю десятки людей, которые хотели бы вложиться, но не хотят с этим связываться. Второй вопрос – это, конечно, правовой, юридический, собственность. Люди хотят это всё в собственность, а им это дают всё на 49 лет. И даже бедный потомок эмигрантов, Муравьёв-апостол Кристофер Андреевич, вынужден это всё брать в аренду на 49 лет. Так что… Это законодательные механизмы какие-то не позволяют? Законодательные механизмы не позволяют ему передать, продать, на каких угодно условиях отдать федеральный памятник, который он восстановил на свои деньги, на деньги своей семьи. Он, в общем-то, разделся практически, извините, до фигового листка, когда делал это здание. Так что государству, конечно, здесь работать и работать. И это мы говорим только, дорогие слушатели, о городе Кирове, а у нас ещё и Санчурск, у нас есть ещё Уржум, у нас есть ещё Лальск. Нет, у нас огромное, на самом деле, это количество. Вот я сейчас на сайте правительства области не нашла пока список для инвесторов, просто нашла список объектов, выявленных культурного значения. Он на 81-й странице. Да, да, да. Не будем зачитывать список. Давайте передадим слово… Ну, там археология 60%, но остальное – это красивые здания, в которые хотелось бы инвестировать, наверное. Давайте передадим слово сейчас снова строителям. У Юрия, по-моему, была реплика. Юрий Копанев. Да, получилось так, что я не закончил. То есть мы сейчас поговорили по поводу шести зданий, которые… В городе. В муниципалитете. …на сайте администрации, да, представлены. Это конкретно частный случай. Если мы говорим не только о этих шести зданиях, о тех зданиях, которые в целом есть, большинство, конечно, зданий – это ветхие аварийные здания. Начнём с этого. Второй момент. Большинство этих зданий, они имеют, значит, собственность. То есть там есть люди, которые являются… А ещё они, значит, получается, в большинстве случаев, ну, пусть не в большинстве, в каком-то там части случаев, имеют, значит, притязания со стороны администрации. Что вы имеете в виду притязания? Они на балансе помещения стоят, квартиры, комнаты стоят на балансе администрации. А вот это… А вот это… Смешанная собственность там получается. Жильё по соц.найму так называемое. Да, да, да. Соответственно, тут уже вариант, что выступать будет только администрация, как инициатор конкурса, аукциона, только администрация выступает. Других вариантов нет. Если здание аварийное, невозможно, насколько я понимаю, приватизировать эти муниципальные помещения. Выступает администрация. Таких зданий масса, по ним понятно, что работы, как таковой, наверное, там сейчас на данный момент не ведётся. Вот мы сейчас обсуждали с Павлом в перерыве, вот недавно был аукцион или конкурс, к сожалению, не могу сказать, на сайте можно посмотреть, это «Спасская 10А». То есть здание очень интересное. Ну вот мы… Это во дворе… Да. С точки зрения архитектуры, да. Это первый дом, который… Но когда считаешь экономическую составляющую, оно сразу перестаёт быть для бизнеса интересным. Считаешь 9 600, 9 миллионов 600 тысяч рублей, это получается… Это какой дом? Это дом во дворе универмага старого, вот этот каменный, высокий. Да, с двумя резолитами. Дом, это вот… как он называется? Аверкин. Аверкин. Да. Это первое каменное здание, насколько я уверен. Сохранившееся. Первое каменное – это всё-таки пятийная изба, а давайте второе. Второе. Очень красивое. Оно стоит… ну, кто старый универмага, кто там рядом с гимназией, кто рядом с офисом Саха, может там… Его видно. Его видно. С разных точек. С разных крышу у него там сейчас покрыли, значит, чем-то там покрыли, но оно потихонечку так вот проваливается и складывается. Нет, оно пока ещё стоит. И там даже люди живут. Да, живут. И работают. Там, значит, живут собственники. Там была надстройка такая, в какие-то времена, не сложно сказать, в какие-то времена была сделана мансардная надстройка, там сейчас проживают собственники. И большая часть помещений, она за администрацией города Кирова. Цена аукциона была 9600. Я, насколько понимаю, я в эту цену входили как раз площади администрации. То есть, ещё не всё, да? Не полностью здание? Ты становишься победителем аукциона. Вот мы конкретный пример рассматриваем. Победителем аукциона становишься и получаешь такую проблему. У тебя есть собственники, которые проживают на массардном этаже. Конечно, с точки зрения бизнеса, они тебе там не нужны. Ты их должен оттуда убрать. То есть, это предполагается… Российский. Да. И на сегодняшний день механизма правового в этом плане нет. Это уже, соответственно, ограничивает. Инвестор несёт огромные риски, заходя на такой аукцион, не понимая вообще, чем это закончится. Заставить выехать он не может? Нет. А скажите, пожалуйста, а если бы со своей стороны… Вот собственники есть. С ними вопрос нужно решать вот с ними конкретно. Со стороны муниципалитета, если они хотят историческое здание сохранить, понимая, что нет денег на то, чтобы его сохранить. Если бы они его вот так вот за рубль, не за 9 миллионов, а за рубль возьми, но только от тебя нагрузка придётся тебе расселить, вот это бы лучше было или нет? Давайте так. Всё-таки на следующей встрече нужно пригласить обязательно представителей департамента муниципальной собственности, потому что там наверняка не так всё просто. В аренду, наверное, нельзя сдать то, что получается. Да, и слово рубль, оно как бы, когда немотивировано и необоснованно, то есть и законодательно не утверждено, это тоже как бы такое… Ну, было бы. Я гипотетически представляю. Вот представьте себе… Гипотетически, да, вот давайте вот по этим объектам за рубль. Что вам говорят? Там где 6 объектов на Орловской, там, наверное, возможно, за рубль. Здесь вот конкретно по этому зданию… Да, да. После короткого перерыва, через 30 секунд. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжаем. Юрий Хопанев, директор СМУ-5. И получается, у нас есть собственники, с которыми, опять же, нужно решить вопрос финансовый. Он, вот конкретно по этому объекту, он составляет сумму еще такую же, как и аукцион. Еще 10 миллионов. Еще, условно говоря, 10 миллионов. И потом нужно это здание привести в порядок. Эта сумма, она значительно больше 10 миллионов. Когда ты садишься и считаешь, сколько у тебя получается стоимость квадрат на метр, она получается у тебя 50 тысяч рублей. И количество квадратов, которое… Да. Получается, экономическая… А подождите, мы еще не поговорили по проекту охранных зон. Про согласование всевозможное. Про документацию. Которые, вот вы вложили деньги, вы бизнес, вы вложили деньги. Год, два, пока идет согласование, ваши деньги не работают. Деньги заморожены, да. Мы с этого начали, да. Да. То есть, получается, кому это нужно? Это никому не нужно. Бизнес, он в это никогда не придет, по крайней мере в Кирове не придет. Так. А при каких условиях придет? Вот давайте до этого дать. При каких условиях придет? Вот у меня есть, как бы, мысль на этот счет. Во-первых, я считаю, что администрация или собственник, то есть, там, это федеральный, или областной, или муниципальный этот объект должна решить перечень вопросов, которые сделают, скажем так, эту сделку. Ну, все равно это в какой-то форме сделка, да? Конечно, да. Для инвестора прозрачной и, по крайней мере, решит все документальные вопросы, которые связаны с установлением всех зон охраны, соответственно, иных там моментов. То есть, все бюрократия возьмет на себя. И вопросы с расселением. То есть, еще раз говорю, почему? Потому что на сегодняшний день у нас, значит, был, значит, закон о развитии застроенной территории, который в свое время очень грамотно и хорошо позволял территорию развивать, ну, по принципу, как мы работаем. У нас есть дом Блюхера. Не важно, там, собственники, не собственники. Если собственник, даже у него есть право собственности, а не социальный найм, там, допустим, да, мы квартиры администрации передали, их квартиры в этом доме, в этом памятнике к нам перешли. Осталась доля, там, людей, которые являются, оформлено это право собственности. Дом признан аварийным. Если они отказываются, соответственно, на, как сказать, паритетных условиях, как мы предлагаем метр в метр их там расселить, мы имеем право законное обратиться в суд и по оценочной стоимости, по оценочной, то есть, она значительно ниже той, которую мы предлагаем, ее выкупить. Это эти площади по оценке, которую, соответственно, независимая компания сделает. Все, памятник мы получили, ну, как бы на законных основаниях, решив вопросы со всеми, даже с третьими лицами. Здесь уже это не работает. Вот о чем говорил Юрий, вот, по примеру, с Паской, если туда придет инвестор и купит площади за 10 миллионов, он придет потом в квартиру в мансарде, которая расположена, ему скажут, а, ну, ты купил, вот, извини меня там, родной, ну, тогда давай, мы оценим это вот во столько-то свое. Давай нам 100-метровую квартиру. Зачастую просто собственники там в таких домах не проживают, и это у них просто вот там кому-то по наследству, это не как последний жизненный актив. Если урвать так, чтобы просто, как бы, вот туда. Да, это понятно. И поэтому нам, как инвестору любой организации, или там, не знаю, просто частному лицу, который захочет вложить средства в такие объекты, для него нет прозрачной конечной цены. А что такое в бизнесе, когда нет прозрачной конечной цены, ты, соответственно, не можешь почитать экономику проекта. Да, давайте послушаем Владислава Шеина, директора компании «Вес Консалт». Владислав является оценщиком, вот как, насколько сложно оценивать исторические здания, и в том числе, кстати говоря, вот с оценкой жителей, если там есть третьи лица, во сколько раз взлетает эта оценка. Владислав, добрый день. Добрый день. Да, добрый день, погромче, пожалуйста. Чуть-чуть погромче, пожалуйста. Да, хорошо. По поводу оценки исторических зданий, у оценщиков сложилась такая практика, что чаще всего они оцениваются только затратным подходом, так как они являются в своем роде уникальными, и подобных объектов на рынке, собственно, не встретить. Есть специальные справочники, в которых приведены удельные показательные стоимости для разных видов объектов, и они варьируются там от 20 до 50 тысяч за кубический метр здания. В зависимости от материала стен, в зависимости от этажности, откуда постройки и так далее, оценщик выбирает нужный показатель и оценивает. Но сложность возникает обычно с определением износа, так как много скрытых дефектов может быть. Поэтому желательно перед оценкой провести техническую экспертизу, чтобы понимать какой износ, в каком состоянии находятся конструкции, и уже после этого заказывать оценку. – А сталкивались ли вы с такими запросами, о которых мы сейчас говорили, что, положим, оценивается старое здание, историческое какое-то, а там есть собственники. – Собственники. – И собственники, естественное желание испытывая получить деньги за вот эти вот площади в центре города. – И побольше, побольше. – Вот они к вам обращаются, говорят, там вот есть инвестор, сейчас вот он зайдет, давай мы оценим побольше. Ведь легко, наверное, оценить побольше-то, да? – Ну, по историческим зданиям оценить побольше, да, это проще в плане того, что эти удельные показатели, о которых я сказал, там, 20-50 тысяч за кубический метр, это, ну, значительно выше рынка. – А по рынку сколько? – А по рынку обычно? – А по рынку обычно такие стоимости тут за квадратный метр. Тут за кубический, то есть объем здания значительно больше, чем площадь. – То есть исторически оцениваются за кубический метр, а обычные здания по квадратам, да? – То есть тут объем тебе будет оценивать, там всего лишь площади квадратный метр. – Тут нюанс идет в том, что в справочнике дана стоимость именно за кубический, поэтому оценщик используют именно за кубический метр. – Да, последний вопрос, Владислав. А справочники какого года? – Справочники обновляются, есть там от 12-го, 15-го. – А, то есть везде. – Актуализируются постоянно, добавляются новые объекты, поэтому работа в этом плане ведется. Справочники издаются в Москве, там большая компания, которая для разного рода. – Владислав, да, и еще один вопрос. Экспертиза исторического здания стоит дороже, чем экспертиза любого другого здания? – Да, конечно, дороже. – Вам во сколько? – Во сколько? – Ну, я бы сказал, в два с половиной раза объекта, да, потому что трудоемкость и те условия, которые там есть на здании, те ограничения применения, они накладывают отпечаток на саму работу оценщика. – Спасибо. Владислав Шейн, директор компании «Весконсалт», оценщик. – Спасибо. – Ну, вот… – И плюс еще предварительные экспертизы. – Я бы никогда не стала связываться со всем этим. – С историческим зданием? – Там заплати, там заплати, здесь, значит, документы собери, тут собери документы, годами побегай, и никто тебе в этом смысле не помогает. – Еще и в собственность не получишь. – Вот смотрите, я говорила уже в начале программы, что что не год, то вот достаточно открыть интернет, масса заседаний на разных уровнях по поводу того, что же… – Светлана, я тебе могу сказать, что мы отталкивались в нашей программе от новости 2016 года рубля за метр, а я пока мы тут смотрим, посмотрела в интернете. В апреле этого года уже с Еленой Липуновой было какое-то заседание, и там она заявляла то же самое. Мы будем предлагать бизнесу в аренду исторические здания. – Три года прошло. – Три года. Новый руководитель. – Апрельская сессия Государственной Дома в том числе была посвящена концессионным соглашениям с бизнесом по поводу сохранения исторического наследия. И это вот концессионное предложение, которое должно было быть принято на уровне закона, да, вот как должно все оформляться, оно было… – Как-то выглядеть должно. – Оно было отвергнуто комитетами соответствующими по одной простой причине. Не были проработаны те инструменты, на которые вы, коллеги, жалуетесь. То есть вот на практике, как говорит председатель комитета по природным ресурсам собственности и измененным отношениям Николай Николаев, на практике он сказал, люди сталкиваются с большим количеством самых разных процедур, которые подчас оказываются просто непреодолимы. Поэтому очень важно будет запросить от правительства проекта нормативно-правовых актов и предусмотреть прозрачность принятия решений и убрать излишние ограничения. Это было на весенней сессии Госдумы сейчас. И? Это было на прошлой сессии, на позапрошлой, пять лет назад и десять. Можем ли мы в отдельно взятой области что-то изменить, пока вот там в Госдуме и в правительстве не примут вот эти самые нормативно-правовые акты? Вот мы у себя в локации, в муниципалитете, в регионе, взяв, не знаю, там, как Асанов предлагал там, в общественную ли палату, ОЗС, губернатора ли, мэра ли. Вот решить здесь, на этой площадке мы можем или не? Да. Вот я один тезис приведу. Наш вот коллега, не буду говорить какой фирмы, тоже являются они застройщиками, он сказал такую фразу «Мы уходим из центра, все, это точка». Вот мы с Павлом сейчас на перерыве стояли, обсуждали, то есть люди, столкнувшись с этими проблемами, они вот, ну, именно строители. Мы не говорим про бизнес, который рассматривает с точки зрения аренды, эти здания, собственного пребывания, еще чего-то. Мы говорим про строительный бизнес. Все, вот этот тезис он охарактеризовал полностью точку зрения всех застройщиков, по крайней мере, я более чем уверен, что в Кирове, по крайней мере, точно. На новых площадках строить проще. Ну, давайте так, у нас в сегодняшнее время вообще очень сложно для строительных строителей. Ну, мы понимаем, да, что изменилось все. А когда мы говорим о центре и о всех сложностях и препонах, которые у нас на сегодняшний день как бы есть, то есть это точка окончательная. И у нас вот мы начали об этом говорить, вот Павел сказал, мы сейчас говорим, обсуждаем что-то, а здания, они рушатся. Чтобы вы понимали, в этих зданиях живут люди. Вот я еще один приведу пример. Свободы 77. Здание великолепное когда-то было. Там лепнины от каких-то наших великолепных грузин. Не помню артели. Джемухадзе, да. Здание на сегодняшний день, вот если к нему подойти, я в свое время царевую Елену подводил к этому объекту и показал. Вот памятник у нас он регионального значения. Кто это царевая Елена? Она возглавила Министерство культуры. О которой ты говорила как-то. В здании, чтобы вы понимали, проживают только собственники. Эти собственники в свое время, у них были муниципальные квартиры, но когда еще не было объектом культурного наследия. Они их приватизировали. Да, они их приватизировали, чтобы привлечь инвестора. Инвестор сам приходил и говорил, вы приватизируйте все, я у вас все куплю. Потом ему стало неинтересно. На сегодняшний день это собственники, которые не имеют средств не только, чтобы привезти здание. То есть это частники? Это частники, это обычные люди. Да, они должны привезти это здание на ближайший вид. Это вплоть даже до уголовной ответственности Павелом даст соврать. Это люди, которые далеко не высокого государства. Содержать это здание. Содержать даже нет средств это здание. Это здание, оно канет в летах. А эти люди, которые там живут, они сейчас уже испытывают не то, что там трудности, они в нечеловеческих условиях живут. И такое здание у нас не одно в Кирове, чтобы вы понимали. И вот механизмы, которые существуют в сегодняшний день, они замыкают цепочку так, что мы… Что плохо всем. Плохо всем, да. Да, и я вот скажу, допустим, если разделить и отделить вот эти там шесть зданий, которые… Которые выложены на сайте администрации. Которые выложены на сайте. Эти здания там никто не проживает. Ждущие инвесторов. Гипотетически безопасны для окружающих. Ну, то есть, соответственно, это как вот есть, да, проблема как бы какого-то рода их реализовать, их там восстановить, это одна сторона. Вот про что сказал Юрий, это огромное количество зданий по России и у нас в области, у нас в городе, в которых проживают люди, являясь его собственниками. Они никак не могут и несут просто даже риск там для себя, проживая в этих зданиях, и не могут в надлежащем виде там использовать средства капремонта, например, фонда, да. То есть, они же платят… Нельзя, там очень сложно. Да, за капитальный… Хотя, вот мое мнение, по крайней мере, те здания, где проживают люди, должны по-любому финансироваться, как минимум, вот я считаю, это можно рассматривать, это использовать там средства фонда капремонта. Вот дом. Там конкретно есть собственники, как вот в любом многоквартирном доме, в котором возникли проблемы… Посмотрел собираемость по дому, если она близка к 90%… Да, но у нас же фонд, он подразумевает собой… А если она близка к нему, бывает такое. У них, допустим, если нет личного счета, просто, ну, как бы на дом, да, который… лицевой счет, на который они деньги сбрасывают, а просто они платят фонд капитального ремонта, тогда эти обязательства должно отчасти нести, как бы, государство за такие объекты, потому что люди… Коллеги, через минуту у нас будет перерыв. Я хочу вот что у вас спросить. Окей, вот эти здания, понятно, где люди там живут, не выстрелены. Эти-то шесть… Я так и не поняла, почему на этих шесть зданий до сих пор нет… Представитель администрации на следующей встрече пригласите, а он пояснит. Ну, а основная причина экономически эти проекты связаны с этими зданиями нецелесообразны, они не выгодны. Прервемся на полминуты и приведем все-таки какие-то примеры решения в других регионах. Вот. В других городах. Как-то ведь они там справляются. Да нет, у них решение-то есть даже у нас. Так, все, через полторы минуты об этом поговорим, да. Программа «Урбан» продолжается у нас… Она продолжается и в перерыве. Павла Голорыбова вы слышали, также в нашей студии Наталья Баранова, Юрий Копанев и Павел Шахалеев. Мы продолжаем. Значит, посмотрите, у нас 13 минут до завершения программы. Мы должны все-таки в нашей программе какие-то инструменты озвучить. Рецепты. Разные они должны быть. То, что можно сделать в Кирове, то, что делается в других городах, даже в других странах и, в том числе, Наташу наконец надо подключить, и даже на уровне общественной инициативы, потому что это тоже очень важно. Я думаю, что, может быть, мы с Наташей начнем. Давай, Наташ, мы сейчас выдохнем все, а ты нам про общественные инициативы. Да, коллеги, мы много говорили про то, что власть мешает бизнесу сохранять культурное наследие, но я хочу поговорить про низовые инициативы, про самих граждан, что они могут сделать. Во-первых, в Теплице мы создаем онлайн-инструменты, которые помогают активистам, экологам, правозащитникам защищать свои права. Теплица социальных технологий. Да, это образовательный проект. Мы знакомим активистов с айтишниками для того, чтобы вместе они могли создавать мобильные приложения и решать социальные проблемы. И у нас есть очень простой и понятный инструмент – это конструктор сайтов. Он называется «Кандинский». Мы очень любим художника. И важно в кризисной ситуации просто объединиться, чтобы была инициативная группа, либо лидер. Это мнение, которое может заявить об этой проблеме. И зачастую группы ВКонтакте просто у нее недостаточно. И мы предлагаем сайт. У нас есть шаблон «Городозащитные инициативы». И там очень важных три блока, где есть кнопка «Подписать петицию», есть «Хроника борьбы», есть «Лица протеста», есть экспертиза, которую пользователь должен видеть, что происходит с этой, например, территорией, с этим домом, двором, парком. Можно говорить про любые объекты, которые требуют крайней мобилизации и сплочения жителей. Сайт – это единый канал коммуникации, и за счет него можно развернуть эту общественную кампанию, привлекать внимание власти. В том числе и для решения таких проблем, которые обозначали коллеги, когда люди живут в зданиях, которые историческим наследием являются, разрушаются. Низовая инициатива может помочь решить такую историю. Есть ведь у нас примеры в стране, когда низовая инициатива решала эти проблемы. Не массово, но хотя бы точечно. Огромное количество домов в Петербурге, в Москве, где один богатый собственник, который приватизировал квартиру, оплачивает, к сожалению, за всех остальных. Ну, вот такая у нас кривая немножко модель. Есть люди, которые ремонтируют подъезды, которые могут разжить в Петербурге. Которые вставляют двери в стиле Арнуво. Но даже в Петербурге это десятки случаев, в Москве это, ну, может быть, несколько десятков случаев, в Самаре это единицы случаев, в Казани тоже единицы. Так что, друзья, мы даже альбом не издадим 100 лучших примеров. Ну, не хватит на всю Россию. Это, что касается низовая инициатива. Ты нас не туда ведешь. Мы 13 минут оставили на то, чтобы дать хоть какой-то путь светлый. Подождите, подождите. А что касается... Вот Павел приводил пример. Он говорил, что есть хорошие примеры по сохранению исторических объектов, взаимодействию бизнеса с администрацией в нескольких регионах, в нескольких федеральных округах. И при Волжье, вы говорите, это хорошо работает. Мы можем примеры какие-то привести, где хорошо работает и как, и почему? Он уже сказал об этом. Это про проект Румы и Заметы. Это Казань. Это Волок. А как они смогли-то? Это Ярославль. Да потому что люди смогли... А почему там бизнесу интересно и они могут, а у нас не помогают и не рентабельно. Нет, погоди. Наня, ты вернулась в первый час. Мы про этот проект Рубль за метр уже обсудили. У нас два здания по этому проекту, два с 2016 года, отремонтированы. Почему не пошло дальше, уже вопрос не к тут сидящим, а к тем, кого нужно пригласить из города и области. Так ведь? А вот другие какие-то инструменты есть еще? Нет, можно все-таки немножко о будущем, о том, что будет. У нас сейчас становится агрессивных застройщиков откровенно меньше. Мы воспитываем наших девелоперов, они становятся ответственнее. И вот такого, чтобы снос под покровом ночи, такого становится очень мало уже. И мы дойдем до той точки, когда город Хлынов, Вятка, Киров просто сгниет. К своему 67... Еще одно следующее. 670-летие. У нас и так мало позитива в жизни. Понимаете, вот есть статья... Дай рецепт. Как спастись. Есть статья доведения до самоубийства человека, но нет статья доведения до самоубийства памятника. Как спастись? Спастись нам как? Давайте я помогу. Наташа, помоги нам спастись. Помимо бесплатного конструктора городозащитной инициативы, у нас есть онлайн-школа для активистов. Бесплатная тоже онлайн. И я хочу сказать, я действительно верю в молодых ребят, которые хотят жить в городе, хотят его изменять, спасать памятники, дворы, парки. Я тоже верю. Но они не знают, с чего начать. Мы проводили большое исследование такого низового активизма и создали компас для лидеров мнений, для школьников, для подростков, для студентов по разным навыкам. То есть в нашей онлайн-школе, которая называется «Теплосеть», можно научиться создавать комьюнити, то есть сообщество, объединять людей вокруг одной идеи, создавать сайты, разобраться в SMM, в онлайн-технологиях. И уже после того, как вы пройдете эту школу, это можно сделать буквально за три недели, все блоки пройти, вы сможете действительно там защитить парк, стать автором социального проекта, социальной инициативы. Ильдом. Мы, значит, всех отправляем на Баркэмп, который состоится 22-23 июля. Да, июня, сейчас, вот в эти выходные. Поселки программистов. Поселки программистов. Зайдите, пожалуйста, на сайт «Керов Баркэмп», там вы найдете легко в поисковике, зарегистрируйтесь. Там будет Павел Гнилорыбов, там будет Наташа Баранова, там будет еще много специалистов, которые могут вам дать инструменты разные. Продолжим общение по этому поводу там. К Томсуерфест там будет представлен? Да, координатор тоже будет выступать. Великолепно. Пожалуйста, это свободный совершенно вход, въезд, проживание 22-23, 22-23, суббота, воскресенье, проведите эти выходные с пользой. Мы потом соберем еще обратную связь. И репелленты, пожалуйста, берите. И репелленты, не забудьте, да. А теперь все-таки мы оставим 6 минут Юрию и Павлу. Юрий, вы сказали, что уже сейчас есть инструмент. Какой? Ну, это не столько инструмент, это сколько вот нас с Павлом обсуждали, экономическая привлекательность объекта. Она, если мы говорим об объектах, которые расположены на красной линии, которые имеют экономическую привлекательность именно с этой точки зрения, они у нас, посмотрите, они у нас реализуются и сохраняются. Это мы говорим о центральных улицах? Да. Тут все хорошо. О больших центральных улицах. По ним вопросы более-менее закрыты. Ну, я представляю себе, очень хорошо сделали здание на перекрестке Казанской и Герцена. Ну, давно уже сделали здание. Там же недалеко от него... Спаская Ленина тоже как бы у нас... Да, там же недалеко от него по Герцена ближе к Ленину. Да, напротив Спасского собора тоже там установлено здание. Тоже напротив Спасского собора. Вот это все красные линии, да? Улица Воровского, улица Ленина. И то, коллеги... На Герцена сейчас и Карла Маркса новое здание. Вот здесь вот на Дрилевского. Ну, вот таких примеров, вот давайте так, таких примеров много, которые, да, по красным линиям их много. Примеров, которые восстанавливаются. Ну, а между прочим... А Орловская это тогда почему? Они восстанавливаются? В загоне. Она не является... Она не проезжей, не центральной. Да, она... Кстати, коллеги, они восстанавливаются, но я бы не сказала, что они прям супер активно используются. На многих из них весят объявление аренда. Ну, тут вот сюда бизнес идет, потому что он тут какую-никакую перспективу видит. Или хотя бы рассматривает. То есть давайте так. И по ним какие-то движения есть. И вот мы сейчас с Павлом опять же обсуждали в перерыве. Мы пока в каких-то определенных рамках законодательства существуем и работаем. Решаем какие-то проблемы по объектам, по текущим. У нас прилетают приветы там с точки зрения законодательства по определенным моментам. То есть правила игры меняются по ходу игры. То есть еще сложнее становится. А если говорить в целом о проблеме, то я считаю, что нужно как бы конкретно представителям бизнеса. Это не только застройщикам, просто представителям. Вот тем интересантам, про которых мы говорили. А представителям администрации и правительства Кировской области садиться и конкретно по этим домам решать вопросы и проблемы. По конкретным домам разрабатывать дорожную карту, какой-то механизм, как это все. Каждый дом отдельный. Это все правильно, Павел говорит. Это все сгнет и рухнет. Потому что сейчас это люди, чтобы вы понимали, то есть пока в колокола не забьют, а в колокола никто не забьет, у нас ничего не произойдет. Они даже в этих чахлых домах своих живут, эти даже никуда не выходят, собственно говоря, с требованием своими. Ну некоторые выходят, но это мало помогает. Каким образом заинтересовывает бизнес? Ну тут однозначно только с точки зрения экономики. Все, больше никак. Больше никак не заинтересовывает. Ну я считаю, то есть вот мое мнение, если говорить хотя бы, эти объекты должны быть известны. Это первое. То есть, соответственно, бизнес и потенциальный инвестор, он должен эти объекты видеть. Не только 6 этих домов, а все 126, которые потенциально относятся к данной категории. То есть, соответственно, администрация со своей стороны и федеральное законодательство, скажем так, да, их действия должны быть направлены на то, чтобы максимально просто решались вопросы с третьими лицами. То есть я как привел в рамках развития застроенной территории, да, также здесь для этих, значит, памятников должны действовать такие требования, по которым администрация будет иметь право расселить этот дом метр в метр на законных основаниях именно собственников, если здание признано аварийным, мое мнение. Потому что когда будет один собственник, администрация города Кирова или область, будет работать проще, мы, по крайней мере, сядем и прозрачно можем оценить этот объект. Дальше следующим этапом, это, безусловно, уже регламентируется все, вот, как сказать, показатели, когда они будут приземлены и понятны, на каких условиях туда люди должны зайти, прийти и какие, допустим, моменты дать в формате, скажем так, ну, мотивации или бонуса прийти туда. То есть, ну, пример банальный, тебе могут, допустим, согласовать, что здание восстановить по контуру, да, могут согласовать, что, соответственно, контур наружный мы оставляем и в тех объемах, а сзади, там, допустим, невидимую сторону, мы вам даем возможность увеличить там площадь, да, чтобы у вас была, как бы, экономика-то какая-то выстраивалась в этом направлении. Вот тогда инвестор уже будет немножко, скажем так, живее думать на эти темы, потому что сейчас никто не берет на себя, увы, ответственность за решение этих вопросов. Что касаемо, в основном, это, я говорю, это третьих лиц и в нормальной степени решение архитектурно-строительной части, потому что те, кто этим сейчас занимается, увы, они, скажем так, не могут это, ну, на сегодняшний день грамотно оценить. Я не буду. Я правильно понимаю, что вопрос аренды на 49 лет, это тоже вопрос, который надо поднимать? Ну, смотрите, любой бизнесмен, он оценивает свой актив, который он вкладывает, там, 20 или 30 миллионов, это как актив, который потом он может пойти заложить в банк, получить новый кредит, еще что-то. Что такое право аренды? Ну, это, по сути дела, воздух, то есть ты взял зарубленную, там, вложил что-то, сдал, что-то тебе, там, приносит какой-то доход. Но если вы пересчитаете стоимость вложений на количество лет, сколько они будут возвращаться, я думаю, по некоторым объектам и 49 лет будут возвращаться только эти деньги. Ну, коллеги, значит, нам нужно завершать. Во-первых, мы обязательно договоримся, и здесь будет в этой студии сидеть представитель администрации, управление по охране памятников. Про общественную палату отдельная речь. Вообще не хотели в комиссию вводить никакие вопросы по градостроительству, урбанистике и так далее. Еле впихнули, там, большая комиссия, и в основном занимается экономическими вещами, бизнесом не связанным почему-то. Вот, значит, это мы сделаем, и отдельно будем это прорабатывать. Кроме того, хочу напомнить, мы делали несколько программ, где упоминали пример квартала 130 в Иркутске, где политическая воря решила судьбу целого квартала, трущоб, там тоже разные были собственники. Всё можно сделать. Ну вот Иркутск – это один из удачных примеров Сибири, я так понимаю, да, так же, как Томск, Тобольск. Это мы вам обещаем. Но чтобы закончить дело всё-таки тоже на оптимистической ноте, я подключаю Наталью Баранову, которая сделает объявление. Давай. Да, коллеги, мы бы хотели пригласить вас на интеллектуальный субботник, он будет в эту пятницу вместе с Пашей, архитектурными излишествами и активистами Томсуэрфеста на Вятке будем спасать китайский домик на улице Орловской. Мы в пять вечера начнём с экскурсии, а потом уже, собственно, будем прибираться на этой территории. Приходите, это, естественно, и по прям кофе. Надо ли людям что-то нести с собой? Нет, инвентарь будет, да. Когда ещё раз? Пятница. 17 часов. Да, 17 минуты. У китайского домика. Спасибо. Оба завершён. Сейчас новости, тематические программы и рекламу. Благодарю всех наших гостей. Спасибо.